Обрушение старинного дома на углу улиц Канатной переулка Нахимова случилось сегодня в начале 11 утра. В результате обрушения никто не пострадал, но на кадрах с видеокамер наблюдения видно, как люди буквально убегают от обрушающегося здания. Как нам удалось узнать позже, это памятник архитектуры 1893 года рождения. И последние несколько лет это здание было аварийным, в нем проводились ремонтные работы и они были санкционированы облгосадминистрацией. Затишье перед бурей. В 15 минут 11 утра люди неспешно прогуливаются по переулку Нахимова. Как вдруг слышен треск, прохожие поднимают голову вверх и видят, как огромное ветхое здание падает на тротуар, а затем обломки устремляются на проезжую часть. Клубы пыли покрывают деревья и машины. Рабочие вышли на перекур, им просто повезло, иначе жертв не избежать. Оно не использовалось, там никто не жил, оно давно в аварийном состоянии. Произошло обрушение части здания. Здание находится по предварительной информации в фонде госимущества. Передано в аренду частной компании, которая проводила противоаварийные работы. В ходе противоаварийных работ произошло обрушение. На сегодняшний день мы создаем комиссию, выясняем причину и уже будем смотреть, кто виновен. Здание в переулке Нахимова-3 – памятник архитектуры местного значения. Его возвели в конце 19 века. Здесь размещалась Шестовская и Новомиргородская биржевая артель. Сейчас же балансодержатель – Одесский морской торговый порт. Шесть лет назад дом передали в аренду благотворительному фонду «Политехник». Впоследствии он изменил название на «Даруй добро». В какой-то момент фонд перестал платить, и договор с ним расторгли. Впоследствии здание передали в аренду компанию «Нью Ренд Проперти», которая проводила ремонтные работы. В мэрии сообщили, что также будут разбираться. В причинах обвала, возможно, строители разрушили несущие стены. Видно, что у дома много пристроек. Проектом не предусматривалась разборка оконных проемов. А мы видим с вами два оконных проема разобраны. Ввиду этого будем дальше смотреть, так ли это или не так. Разрешительные документы давала область. Кроме того, нужно отметить, что рядом с обрушившимся домом видно, что просел асфальт, и часть проезжей части канатной ушла под землю. По словам местных жителей, яма образовалась накануне, и ее успели оградить от машин. Вы же сами видите, что если тут шли какие-то ремонтные или строительные работы, все несено было вот этим вот заборчиком, вон асфальт просел, я смотрю. Я думаю, что все связано каким-то образом. Я живу тут рядышком буквально, вот все. Здесь Нахимова. Знал, что это все. Вчера только били вот эти, как они называются, круга вот эти, чтобы держалось. И все. Я так посмотрел, и ушел, и пошел туда. И все. И решил, туда больше не ходить. На месте происшествия работали спасатели и скорая помощь. К счастью, медицинское вмешательство никому не понадобилось. Последствия обвала будут наверняка разбирать еще несколько дней. Дмитрий Богомолов, Константин Ищеред, телеканал «Репортер». Под съемок выска. Угу. 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 Угу.